Привет! Сегодня поговорим про 3D-печать и прилипание пластика к столу. Печатаю на 3D-принтере в основном пластиком ABS, иногда PG и редко PLA. ABS пластик часто отлипает от стола, поэтому приходится использовать адгезилы. У меня уже был видеоролик, где я говорил, что печатаю на чистом закаленном стекле. Тот опыт продлился недолго, потому что можно было печатать только маленькие детали и те нередко отлипали от стола. Пробовал натирать стекло разными растворителями, спиртами, результат всегда был один и тот же. Деталь просто, если не вся, то краешек ее отсваивается и потом это может отвалиться все. Еще раньше я, как и все, пользовался клеем-карандашом, потом печатал на акриловом лаке по дереву. Последний год печатаю на чистом клее BF2. Пробовал разводить этот клей спиртом, получалось хуже. Клей просто размазываю пальцем по стеклу, работает эта техника почти идеально. Как-то месяц назад я прочитал в одном из комментариев, что человек пользуется чистым стеклом, которое просто протирает средством для зеркал. Вот вчера я почистил стекло от народа, росшего клея и решил проверить новое средство. Натер стекло, средством для очистки зеркал, попробовал печатать с пластиком PG и все получилось, прямо с первого раза. Большие детали без каймы, конечно, все равно отсваиваются, но с каймой работает все отлично. Попробовал печатать с пластиком PLA, он тоже хорошо прилипает, а вот с пластиком ABS ничего не получилось, не хочет он прилипать вообще. Так что в случае с ABS придется пользоваться какими-то адгезивами. Оранжевый пластик, это печатается деталь из PG. Деталь такая вот довольно большая, с каймой, прилипла отлично, печатается, ничего не отлипает. Печать закончилась, деталь получилась просто шикарная. Снизу поверхность блестит как зеркало. Шикарный вообще результат получился. Супер. В этот день я напечатал много разных деталей, больших и маленьких, с каймой и без каймы. Вот маленькие детали печатаются прекрасно, без каймы, все хорошо. Большие тоже, ну бывает отсваивается, бывает прилипает хорошо. Для большой детали, конечно, лучше делать кайму, тогда все будет хорошо. Вот здесь вот видно, что уголок немножко поднялся, но в целом деталь напечаталась. Напечаталась хорошо. Маленькие детали без каймы тоже хорошо печатаются. В общем результат мне очень понравился. На чистом стекле печатать PG вообще отлично. А это я попробовал печатать пластиком АБС. Ни в какую не хочет он липнуть, просто задираются края. Но это пластик очень плохой, дешевый, поэтому у него края вообще задираются до небес. Это пластик ПВА. ПВА, как и PG, прилипает вообще отлично. Ничего не отсваивается. Нет, ну больших деталей, конечно, поднимаются немножко края, но если сделать кайму, то все прекрасно. Вот здесь я решил попробовать спечатать с АБС поверх пластика ПВА, то есть вон там бирюзовый цвет, внизу несколько свое был ПВА, он прилип отлично, а дальше пошел АБС. Единственное, что я здесь забыл поднять температуру для АБС и он рассвоился. Так, это опыт неудачный. Это дорогой АБС пластик, но прилипать он вообще не хочет. Просто скользит по стеклу и все. В общем, вывод из сегодняшнего видео такой. Если будете печатать с пластиком ПВА или PG, то вполне можно печатать на чистом стекле. Просто протираем его средством для чистки зеркал и все у нас будет прекрасно прилипать. А для АБС придется пользоваться адгезивами. Вот такой на сегодня результат. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...